В тот момент, когда этот каталог возник, гильдия промониторила ситуацию с киноклубами. И там возник такой внутренний список около 150 наименований различных киноклубных точек. В общем, всё, что так или иначе косвенно может считаться киноклубом. Либо уже им является, либо у него есть потенциал киноклуба. В общем, это была огромная база, и с ней нужно было бы, по идее, работать, развивать все эти точки. Но так или иначе, потом из этого списка появилось где-то около 20-30 киноклубов, которые действительно существуют как уже сформировавшиеся киноплощадки, с которыми можно было дальше работать. И одновременно с этим каталогом стали развивать сайт гильдии неигрового кино. Вот, собственно, на этом слайде представлен адрес этого сайта. И предполагалось, я просто сейчас такая как бы вступительная часть моего выступления, я просто рассказываю, как хотели сделать, что в принципе есть ресурсы, и было понимание того, что нужно с этим работать. В общем, даже сконструировали специальный сайт гильдии, который, по идее, позволяет продвигать свои фильмы в массы. И, допустим, есть возможность создать профиль фильма. Вот здесь я представила скрин фильма «Зоси Раткевич и мой друг Борис Немцов». Ну, не факт, что этот профиль заполнен полностью и правильно, это на самом деле тоже как бы предполагалось, что это труд самих создателей фильма создать этот профиль и обновлять его. То есть пошел фильм на какой-то фестиваль, получил он приз, значит, нужно дополнять этот профиль. То есть предполагается, что сами правообладатели будут этот профиль постоянно обновлять. Происходит это или нет, это другой вопрос, но такой ресурс существует. И, соответственно, замысливалось, что этот сайт гильдии будет основным инструментом коммуникации между теми людьми, кто снимает фильмы, и теми людьми, кто заинтересован в том, чтобы эти фильмы где-то показать. Ну и также самими зрителями. То есть потихонечку набиралась база таких фильмов. И также на сайте есть возможность создать профиль. И каждый киноклуб, каждая киноплощадка тоже может создать там профиль. И, пожалуйста, обменивайтесь, все доступно, там есть контакты. То есть по большому счету есть инструмент, где это все может появиться. Другое дело появляется это или нет. Есть возможность на этом сайте найти нужный фильм. И в тот момент вот это на самом деле скрин, который я сделал несколько дней назад. То есть так это выглядит поисковая система. Можно написать название фильма вот в этой строчке. Можно поставить галочку вот здесь вот внизу, что он находится в каталоге дистрибуции. Это еще то, что осталось от того каталога, о котором я говорила в начале. И нажать кнопку фильтра. И до сих пор существуют вот эти самые фильмы, которые были собраны в первом каталоге дистрибуции. Они до сих пор промаркированы, доступны для дистрибуции. Потом я расскажу о наших планах, что мы хотим. По идее, как бы это можно было бы переделать для того, чтобы это работало в новых реалиях. Потому что сейчас каталога как бы этого не существует, а существуют другие вещи. Ну и стало как бы... Это направление было немножечко как бы отложено в сторону. И с течением времени появились другие проекты, направленные на то, чтобы документальное кино, которое снимается в России, двигалось в сторону к зрителю. Таким образом, в 2014 году появилась программа «29». Это на самом деле я хотела сказать про киноклубы. Вот те самые 20 киноклубов, которые существуют в действительности, они все отмечены на карте России и дальше перечислены. Это тоже все есть на сайте. Если, например, кто-то мне иногда пишет, что как бы мне узнать, какие у нас есть киноклубы, я ничего не знаю, где получить эту информацию. На самом деле вся эта информация есть. То есть если говорить о проблемах внутри индустрии, то у нас, конечно, с коммуникацией все не очень хорошо, потому что, допустим, есть сайт, а он не работает в полную мощность, потому что люди либо не пользуются теми ресурсами, которые этот сайт предлагает, либо просто не знают, где там это все найти. Им проще, например, написать письмо мне или кому-то из моих коллег и задать прямой вопрос. То есть нам бы, конечно, хотелось, чтобы сайт больше работал и больше давал информации, и какие-то вопросы снимались автоматически. Так вот. Расскажу, что дальше стало происходить между гильдией и киноклубами. Когда мечты о… Вот я говорю, да, моя презентация называется «Мечты и реальность». Вот мечты были такие, реальность является другой. Другой. Когда стало понятно, что коммерческой дистрибуцией гильдии игрового кино не будет заниматься, а мы будем заниматься скорее некоммерческой дистрибуцией, возникло ряд проектов совместных с Министерством культуры Российской Федерации. И в тот момент как бы все поняли, что да, действительно, при поддержке Минкульта производится огромное количество фильмов, там больше 200 в год, и что с этими фильмами происходит, никому не понятно. То есть часть из них наиболее успешные, талантливые, имеют какой-то шанс пойти на фестивали, в том числе на международные, а другая часть вообще никуда не идет, ничего с ними не происходит. И их качество тоже вызывает много вопросов. Ну и тогда, значит, создали экспертный совет при Министерстве культуры, в который входили в том числе и представители гильдии неигрового кино, решили, значит, отсматривать все эти фильмы, понять, что с ними можно делать и вообще какого они качества. Ну там было много споров по поводу того, значит, стоит ли вообще на ряд фильмов выделять деньги и как такое могло произойти, почему на этих фильмах вообще были выделены деньги. Но тем не менее там было много хороших картин, и появилось несколько программ, вот и в 2014 году, и в 2015, программа 29, программа 2014. То есть вот первая программа 29, она так называлась, потому что из всех фильмов, которые отсмотрели, выбрали 29 хороших фильмов, которые, в общем-то, отправились с гастролями в киноклубы России. И это был некоммерческий прокат, то есть концепция была такая. Раз Министерство культуры выделило деньги на производство этих фильмов, значит, зрители имеют право посмотреть их бесплатно. И вот эти 29 фильмов из них были составлены афишей для каждого киноклуба, они проехались по всей России, в том числе туда попали какие-то такие наши российские хиты, в том числе фильм «Марина Разбежкина и «Октическая ось». И, на самом деле, в тот момент возникло много споров вокруг этой программы, а также эти споры продолжаются. Например, там не всем правообладателям нравится сама концепция. Ну что это такое? У нас там свои представления о том, как мы хотим продвигать наши фильмы, а вы берете и волевым решением включаете их в некоммерческий прокат. Может быть, это как-то конфликтует с нашими интересами. Ну, тем не менее, значит, все это произошло так, как произошло. И в 2014 году также была программа «2014», а в 2015 году программа «2014», туда вошло 20 фильмов, и сейчас происходит тот же процесс, идет осмотр фильмов, 285 фильмов сейчас смотрят эксперты, уже завершается этот процесс, и скоро мы получим программу под названием «2015», куда войдут фильмы, которые были поддержаны Министерством культуры в прошлом году, и вот из них точно так же будет сформирована какая-то программа для киноклубов. Ну вот здесь вот я внизу просто для понимания привожу статистику, сколько было фильмов выпущено в 2014 году, 235 неигровых проектов было выпущено при поддержке Министерства культуры, и общий объем финансирования неигрового кино, там большая цифра в рублях, а в евро это, ну, в общем, почти 7 миллионов евро. Вот, то есть все-таки какие-то деньги существуют в индустрии, и на них что-то снимается. Так, теперь я перехожу к основным проблемам, которые я, вот два года я занимаюсь с этим вопросом, и какие основные проблемы существуют вообще вот в этой системе киноклубов. Вообще, на самом деле, некоторые документалисты вообще не считают, что это какая-то индустриальная, как бы, индустриальная жизнь. Для тех, кто даже и любит ездить по этим киноклубам и с удовольствием свои фильмы там презентуют, они считают, что это, ну, никак не может влиять на развитие индустрии, это, скорее всего, такой имиджевый эффект. Вот, просто приятно пообщаться вживую со зрителями, приятно чувствовать, что твой фильм после фестиваля еще кому-то нужен, интересен, и что это никак не может повлиять на индустрию, потому что фактически в этой истории практически нет никаких живых денег. И вот здесь я перечислила проблемы. Да, на самом деле, когда я делала этот слайд, я перебрала несколько фотографий, разных фотографий, которые у нас остались от отчетов киноклубов, от показов вот тех самых программ, о которых я говорила. И на самом деле я выбрала в результате самую некрасивую, вот эту, специально, чтобы продемонстрировать, как может выглядеть киноклуб в России. Вот это какой-то маленький зал, возможно, это даже школьный класс, и люди просто смотрят по телевизору на плазме кино. И там сидит какое-то количество людей, может быть, их там чуть больше десяти, но это люди, которым захотелось действительно посмотреть этот фильм и о нем побеседовать. Вот таких киноклубов, на самом деле, очень много, у них даже нет у многих юридического лица, нет какого-то определенного предсказуемого графика работы, они существуют на энтузиазме тех людей, которые, в общем-то, собирают этот кружок. Это такой квартирник, вот просто любителей документального кино. И на самом деле это тоже вполне себе живые очаги того, где можно показывать фильмы. Но опять же, действительно, хороший вопрос, можно ли считать их частью индустрии? Наверное, все-таки нет. Итак, если говорить о проблемах, просто не хватает денег и ресурсов для того, чтобы эти киноклубы развивать. Допустим, есть яркий лидер в регионе, который хочет делать киноклуб, но он не получил ни регионального никакого финансирования, ни какого-то еще другого для того, чтобы арендовать зал, нанять киномеханик, заплатить за правообладателя, за то, чтобы какого-то хорошего фильма, для того, чтобы этот фильм показать. Ну, каких-то просто элементарных ресурсов не хватает. Не хватает также и самих лидеров. Часто в регионах те люди, которые называют себя «я организатор киноклуба», они на самом деле просто сами по себе еще им нужно учиться. Им учиться и разбираться в документальном кино, им нужно учиться и проводить эти события. То есть как сделать этот показ так, чтобы было интересно на него прийти, была интересная потом какая-то дискуссия. То есть собрать события, сделать для него хорошую промо в соцсетях, поработать с аудиторией, это всего они не умеют. И их, конечно, нужно этому учить. Нет системной работы. Я имею в виду то, что часто для людей, которые организуют киноклубы, это какое-то хобби, временное занятие. То есть если выяснится, что это занимает слишком много времени, а это действительно занимает достаточно много времени и не приносит никакого дохода, то в какой-то момент человек перегорит и просто оставит это. И эта киноклубная площадка закроется, и все. И потом ее восстановить можно только каким-то искусственным путем, то есть каким-то финансовым вливанием. Не хватает в фильмах хитов. Вот что я имею в виду? Те киноклубы, которые на самом деле достаточно серьезно работают, они заинтересованы в том, чтобы к ним люди ходили. И что они хотят? Им, например, уже недостаточно того, что мы им предлагаем фильмы, которые профинансировало Министерство культуры и отобрано было в результате какого-то экспертного голосования. Они могут посмотреть на этот список и сказать, нам в этом списке интересно два фильма, все остальное нам неинтересно, а мы хотим, чтобы вы нам предложили фильмы, которые сняли российские режиссеры, и эти фильмы получили фестивальные награды, они поездили по миру, они уже были проверены, их успех проверен перед международным зрителем. Вот такие фильмы дайте нам, пожалуйста. Вот тогда мы соберем вам и зал, и, может быть, даже люди по 100 рублей заплатят за приход на этот кинопоказ. И на самом деле сейчас у нас есть такая идея, мы хотим бросить клич среди членов гильдии, чтобы правообладатели предложили свои фильмы, то есть здесь уже без привязки к тому, поддержаны ли они были Министерством культуры, не поддержаны. Просто есть фильмы, которые уже закончили свой фестивальный цикл, которые действительно уже, либо они сейчас лягут на полку, либо они отправят их в YouTube, в свободное плавание. Вот дайте нам, пожалуйста, эти фильмы, мы составим список, отправим этот список, ну, сделаем его публичным для киноклубов, а вот уже дальше киноклуб напрямую будет работать с правообладателем, то есть гильдия в данном случае лишнее звено, потому что, ну, действительно, если там есть потенциал коммерческого показа, в каком-то, допустим, есть у нас хороший, просто классный киноклуб, называется «Нефть» в Ярославле, у них есть аудитория, которая привыкла за билет, за деньги ходить смотреть кино. Так что, в общем-то, будет, наверное, правильно, если организатор этого киноклуба договорится с правообладателем о какой-то коммерческом каком-то варианте показа того или иного фильма. Поэтому мы бы хотели, чтобы правообладатели и киноклубы вот этот вопрос денег решали напрямую без нас. Наша задача, как бы, вот, ну, собрать вот этот каталог, опять, да, опять мы возвращаемся к варианту каталога, и, ну, как бы, и тут это, на самом деле, интересный будет процесс, потому что, наконец-то, у киноклубов будет в данном случае выбор, что показывать, а что не показывать, без всякого, как бы, без того, что думает на эту тему Министерство культуры, без того, что оно им рекомендует. А вот это будет, вот, в общем, абсолютно такой естественный отбор и зрительский, и, может быть, даже более экспертный, чем какой-то другой. Ну, на самом деле, наверное, не очень правильно жаловаться на отсутствие грамотного зрителя, понимающего того, что такое документальное кино и умеющего смотреть, но действительно так. Наверное, ну, там крупные города, Москва, Санкт-Петербург, имеют свою аудиторию, а внутри России ее, правда, очень мало. То есть зрителя нужно, не знаю, как сказать, взращивать, приучать, что ли, смотреть документальное кино. Часто оно ему кажется слишком скучным, непонятным, долгим, и вообще зачем еще платить за это? Ну, пожалуй, наверное, не пойду. В общем, да, здесь нужно работать и как-то объяснять, что это такой вид контента, который может быть интересен, если его правильно подавать. Ну, и, скажем так, последняя проблема, которую бы я назвала в нашей такой некоммерческой дистрибуции внутри киноклубов, то, что в целом хромает вся мотивационная система. Немножечко всем непонятно, зачем это нужно. правообладателям часто не… Ну, в данном случае я имею в виду там режиссером, да, им, конечно, хочется, чтобы их фильмы посмотрели в глубинке России, но они бы тоже хотели как-то… Это требует время, требует время коммуникации с этими киноклубами, отправлять им там линки для скачивания, отправлять им фотографии, чтобы они сделали какую-то афишу. Хорошо, если они эту вообще афишу сделают. Им, конечно, приятно, когда их приглашают. Вот мы покажем ваш фильм где-то там за Уралом, и мы вас привезем, и вы пообщаетесь со зрителями. Да, это интересно. Но тоже приезжать и в полупустой зал уже опять неинтересно. Хочется, чтобы твой фильм приняли, и чтобы там действительно были какие-то люди, от которых будет отклик. Вот часто режиссеры просто ну как бы смиряются с тем, что фильм после фестиваля никуда дальше не пойдет, и они лучше потратят силы на то, чтобы запустить какой-то следующий проект, чем заниматься вот этой вот коммуникацией с не очень развитой системой киноклубов. А сами киноклубы тоже как бы им… Они тоже начинают думать, а зачем нам это надо? Денег мы никаких тут не заработаем, зритель у нас не способен платить, а вот нам еще могут… Нас еще выгонят из помещений. Ну, в общем, это много-много-много из вот таких вот проблем. Они все накапливаются и мешают развиваться этой системе. Тут, наверное, нужен какой-то прорывной подход, и мы, в общем-то, здесь с радостью воспринимаем опыт наших иностранных коллег и надеемся, что он нам поможет. У меня все. Я не уверен, что у нас есть фильм-клубы в Денмарке, ли мы? Я не думаю, но мы, конечно, у нас есть много документарий, как «Стокспио», которые осуществят документарии вокруг, в стране, и не только в больших городах. У нас есть фильм-клубы в Денмарке. И все эти инициативы поддерживают государство. Они не могут стоять. Я имею, что «Стокспио» это фильмы, которые присоединяются с поддержкой Дене Филм Институтом. И в Свеции, я думаю, у вас есть «Фолкетспио», что это тоже поддерживает государство? Или как это работает? Стена Гардель, Свеции-клубы в Свеции? Мы имеем фильм-клубы в Свеции. И я был очень впечатлен от слушания вас. Вы говорили очень быстро, но я пытался успешно. Я думаю, что «Филм-клубы» это очень хорошая идея, это очень хорошая идея, для того, чтобы посмотреть наши фильмы. Мы, конечно, очень хорошая поддержка от государства в Свеции. Поэтому я очень рада что-то иметь такие хорошие предложения. Мы имеем «Фолкетспио», это один из арт-хоус-дистрибутеров. Они также поддерживают. Я думаю, что все эти различные места имеют такие поддержки. Да? Но это было очень впечатлено. Я бы хотел поговорить с вами когда мы начнем. Позвольте. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. У нас. У нас. У нас. были по-настоящему закреплены документы в России, Россия, и, в самом деле, они действительно не имеют дистрибуции, некоторые из них. Что такое большое проблема? Это должно быть связано с качеством фильмов, если я могу быть немного неполитым, или что это? Как бы вы мечтали? Это зависит от Министерства культуры и от всей системы, которая существует в России с индустриальной поддержкой, будем говорить все-таки о документальном кино. Да, о дистрибуции никто не задумывался до недавнего времени, эти фильмы получали поддержку, и все. Может быть… Да, Ира. У меня короткий комментарий по поводу дистрибуции. Проблема в том, что иногда нечего дистрибутировать. То есть фильм снят, но фильма как фильма нет. Это просто набор архивных материалов, например, который сдаётся в архив, и дистрибутировать нечего. То есть очень часто продюсер не заинтересован в том, чтобы сделать фильм. Он заинтересован в том, чтобы получить деньги от Министерства культуры. И в этом тоже проблема. Ира, ну вот ты была в этом экспертном совете, который отсматривал фильмы, да? А я как раз в этом экспертном совете. А, да? Вот коллеги ответят лучше. Да. Дело в том, что действительно качество фильмов, к сожалению, в большинстве своём очень… Ну, оно не зрительское, да? Но часть фильмов при поддержке Минкульта, в принципе, получают телепоказ. То есть телеканалы закупают. И вот я являюсь ещё редактором телеканала «Культура». И телеканал «Культура», правда, сейчас вот последние годы в очень маленьком количестве, но всё-таки покупает фильмы, которые сделаны при поддержке Минкульта на, ну, должном качестве для телеканала «Культура» и показывает его. Ну, то есть вот эта вся дистрибьюция, наверное, это не к дистрибьюции, а к тому, что фильмы не совсем подобающего качества. Но хорошие фильмы имеют какую-то аудиторию, телевизионную в том числе, фестивальную, да, но это маленький, конечно, процент. Ну, я должна добавить, что просто сама система очень несовершенна, она не направлена на то, чтобы это кино попало к зрителю, оно направлено на что-то другое, и, на самом деле, это сильно зависит от продюсера того иного проекта. То есть, если продюсер является толчком этого фильма, он к зрителю попадает так или иначе. Можно я добавлю? Вы очень правильно сказали в конце о том, что многое зависит от продюсера. Вот мы тоже получатели субсидий Министерства культуры, но наша мотивация сразу – это не получение денег от Министерства, а показ зрительский. И мы сразу договариваемся с телеканалами о том, чтобы такой показ состоялся. Причем не только в Петербурге, моя компания «Телинвест», мы производим фильмы в Петербурге, но и по всей России. У нас есть договоренности с телеканалами. Так что многое зависит от продюсера. И, возвращаясь к киноклубам, в Петербурге есть неплохой киноклуб, в кинотеатре «Родина», документальное кино по средам. И, пользуясь случаем, могу сказать, что через пару недель, 12 октября, как раз в этом киноклубе состоится некая презентация, встреча с режиссерами моей студии, и показ трех фильмов, которые субсидировались Министерством культуры. Так что такие возможности есть, и многое зависит, если не все, от продюсеров. Министерство культуры не должно, как папа с мамой, следить, куда дальше пошел ребенок. Я просто хочу помочь Маше и сказать, что после обеда будет мой доклад, и на вопрос Туя я исчерпывающе отвечу максимальным количеством слов. Здравствуйте. Вы знаете, когда вы рассказывали, я вспомнил, что я являлся одним из основателей киноклуба в регионе. Случайно это было, потому что я управлял ночным клубом. А ночной клуб, соответственно, он имеет определенного рода свободное время. И у нас появились некоторые ребята, которые инициировали создание как раз-таки киноклуба. И он абсолютно не состоялся, потому что это абсолютно невыгодная история для владельцев, для предпринимателей. Но это не значит, что сама идея утопична. По моим наблюдениям, которые я смог лично испытать, пункт номер один – это комфорт. То есть для того, чтобы человек пришел в киноклуб и насладился картиной, ему нужно создать некий комфорт. Все эти киноклубы существуют, вы правильно сделали некую картинку. Представьте, человек, режиссер, он старался, снимал кино. Допустим, он снял хорошее кино. Действительно, мы говорим, что все плохие. Нет, он снял хорошее кино. И его картина демонстрируется вот таким образом. То есть в принципе, наверное, даже где-то с последнего ряда очень сложно оценить эту картину, потому что человек потратил там кучу времени, не знаю, может он по миру летал, там еще чего-то, наснимал красивых картинок, сделал хороший звук, вложил там какую-то философию. Но это очень сложно оценить. Это пункт номер один. Пункт номер два – на тему хитов. Вот вы говорите отсутствие хитов. Мне кажется, в России основная проблема отсутствия хитов в такого рода местах – это абсолютная не гарантия безопасности контента. То есть каким образом вы можете гарантировать то, что картина, которая пришла в этот киноклуб, не уйдет дальше на торрент, не уйдет дальше в YouTube и не идет еще куда-то каким-то образом. Это очень большая проблема. Это большая проблема для дистрибьюторов. Я думаю, коллеги более старшие, наверное, со мной согласятся. Если нет, то, конечно, это можно опровергнуть. Но безопасность контента для продюсера, для производителя – это очень важный момент. Поэтому, исходя из своего опыта, который я смог получить, мне кажется, что здесь все-таки вопрос какого-то централизованного создания некого предприятия. То есть это не сотрудничество с конкретными маленькими людьми в каких-то маленьких городах, потому что у них свои проблемы, они действительно рассматривают данное занятие как хобби. Если как бы будет какая-то сама система разработки именно этих киноклубов, которые будут существовать хотя бы в рамках кинотеатров, где люди могут провести время и получить достойное удовлетворение от просмотра картины, тогда это действительно возможно будет сработать. И тем более, что кинотеатры имеют как бы возможности гарантии безопасности контента. А еще вот просто у меня такой вопрос. Я на самом деле являюсь представителем производящей компании, но которая занимается больше игровыми коммерческими проектами. И в какой-то момент мы, как любая компания, которая начала развиваться, это просто сейчас к вопросу дистрибьюции, которую коллеги задали, почему проблема. Мы задумывались о производстве собственного контента. Это нормальный этап развития любого предприятия, которое занимается производством. Мы решили заняться чем-то своим. То есть мы решили инвестировать в свободные средства, которые мы располагаем. Соответственно, инвестировать мы решили в права. То есть было какое-то принято решение инвестировать в права. Но так как основные права, в которые можно инвестировать все-таки игровые фильмы, это достаточно дорогостоящее удовольствие, мы подумали на тему производства документальных фильмов. Так как мы снимали документальные проекты, в том числе для National Geographic мы снимали. И вот это такая доступная, достаточно для небольшой компании доступный момент инвестировать в права, возможно. И в данном случае мы столкнулись с одним очень интересным моментом, так как когда ты инвестируешь в права, и как раз к слову дистрибьюции, хочется, чтобы эти вложения были долгосрочными. Не долгосрочными, а долгоприносящие деньги, будем говорить о деньгах. То есть не просто сняли какой-то актуальный фильм, его показали там на злобу дня, и через какое-то время он погиб и перестает приносить тебе деньги. И как раз-таки, пообщавшись с профессионалами индустрии, еще чего-то, действительно нет понимания, зачем в документальное кино инвестировать деньги. Если ты не имеешь поддержки от государства, коллеги говорят, что есть поддержка от государства непосредственно, компания нашего рода в государство за деньгами не ходит, по крайней мере в данный момент. И те деньги, которые мы хотели бы инвестировать, мы хотим понимать, зачем мы это делаем. И в данном случае получается, что история документального кино в России, она абсолютно неинтересна для инвестирования. Абсолютно неинтересна. И есть какие-то… Когда мы говорим о документальных фильмах, то мы должны понимать, что мы должны провести это для канала, по крайней мере встать в релиз для канала. Тогда это будет финансово выгодно и принесет какой-то результат, и, соответственно, будет путь к зрителю. А вот, к сожалению, у авторского кино у него вот этого нет. И пока продюсер не будет понимать, зачем ему вкладывать деньги в производство неигрового кино, никакого клея между режиссерами и дистрибьюторами, как мне кажется, не будет. Потому что все-таки продюсер – это такой клей. Вот он берет одно, склеивает с другим, и, соответственно, из всего этого происходит третье. То есть дистрибьюторы – это одни люди, а производители – это другие люди. И между собой они все работают и договариваются. И просто у меня основной вопрос, извиняюсь, я, может, конечно, немножечко неактуально задал, но если будет поднята тема того, что «а зачем, в принципе, инвестировать в неигровое кино?» потому что ответ инвестиций – это как раз-таки ответ развития всей инфраструктуры. Тогда было бы здорово об этом услышать. Спасибо вам. Ну, Алла Верды, к вашему выступлению. На этом фоне у нас, безусловно, наблюдается бум образовательных проектов. То есть, например, школа Марины Разбешкиной, у нее бешеный конкурс. Казалось бы, почему? Люди либо не в курсе, что их ждет в будущем. То есть, есть огромное количество людей, желающих снимать это кино, и очень талантливых на самом деле. И киношколы в России у нас переполнены, туда конкурс. Несмотря на то, что образование платное. А вот дальше начинается самое интересное. У студентов Разбешкиной пока все более-менее удачно. У некоторых из них складывается. Они достаточно при поддержке самой студии Марины Александровны. А вот у других выпускников киношколы я не уверена. У меня будет несколько комментариев и один вопрос к вам. Вопрос, наверное, у меня более значим. Значит, хочется обратить внимание на то, что как и у авторов, у продюсеров и у зрителя бывают разные мотивации, разные отношения к качеству и содержанию кино. И нужно понимать, когда мы говорим о зрителе, что зритель – это очень широкая палитра. И этих красок может быть как исходных, так и смешанных потом в результате. Просто бесчисленное множество. И, наверное, надо, может быть, если посмотреть на эту тему очень актуальную, здесь обсуждаемую, с другой стороны, что эти люди есть, краски есть, авторы есть. И просто они не нашли друг друга. Может быть, подумать именно над тем, как соединить тех, скажем, кому это интересно. Потому что понятно, что есть совершенно полярные позиции, есть совершенно полярные подходы, и не каждой аудитории подойдет каждый автор. Это тоже важно. Поэтому, возможно, тут стоит подходить именно с таких логистических и аналитических позиций, куда и что предлагать. Не факт, что это все фильмы, которые отобраны здесь, или они пойдут, ну, как скажем, каждый найдет своего зрителя. Но, может быть, есть другие фильмы, которые тоже найдут своего зрителя и тоже найдут хороший ответ. Значит, есть такое сомнение к тому, что аудиторию надо готовить. Нужна специальная аудитория. Конечно же, это, по-моему, оправдание того, что кино не получается показать широко. И ответ на этот вопрос не найден, поэтому никого виноватым здесь даже предположить невозможно. Вот. Но то, что вот даже такие квартирники, на самом деле, это большое ура и большие аплодисменты документальному кино, это говорит о потребности социализации людей. Им хочется собираться, им хочется думать. Но таких людей очень мало, потому что многие уходят в сеть, и этот медийный процесс нам хорошо известен, да, уход в телевизор, уход в сеть, а потом вообще полная деградация, потому что это абсолютно, скажем, специалистами работающими в сети известно, что чем дольше человек находится в сети, тем качество его постов, качество общения, качество интеллектуального развития потихонечку начинает уходить зависимость больше, индивидуализация меньше. В общем, много социальных, таких культурологических вещей. Сейчас не будем на них акцентироваться. Но вопрос. Не будут сейчас другие интересные наблюдения тоже и опыт рассматривать. Вопрос. А как вы в то время и как вы сейчас, или просто вы от этого сейчас ушли, но вот тогда в то время решили вопрос про обладателя, вы так немножко помялись, сказали, ну мы там не знали, как решить, но как-то решили. И мне это интересно, как вы решили вопрос с правообладателями, что они все-таки отдали свой контент, хотя не очень и хотели. Потому что я прекрасно понимаю тоже позицию, что у всех подход разный. Кто-то говорит, берите и показывайте, а кто-то говорит, не, это еще рановато. Ну я расскажу. Первая волна, там был подготовлен контракт между гильдией и правообладателем о том, что они, ну как это называется, простая не исключительная лицензия. Нет, наверное, нет, это не исключительная лицензия, это потом. В общем, это действительно был такой контракт на дистрибуцию. Я передаю там на два года, на сколько-то, не знаю, я его в руках не держала, этот контракт. Но это был вполне цивилизованный подход для первого. Авторы тех 35 фильмов, которые вошли в первый каталог, вот они подписали такой вот обычный контракт, который подписывается между правообладателем и дистрибьютором. Но это было вот один раз и все. Потом, когда началась история с Минкультом, просто это было условие работы с Минкультом, что как бы у них не было выхода, они пошли как бы, они не понимали, что если они сейчас начнут протестовывать это все, они просто больше не получат деньги на свои проекты в Министерстве культуры. Это просто выглядело как бумажка, такая бумажка на бланке, что мы правообладатели не против некоммерческих показов в сети киноклубов, которые осуществляют гильдии неигрового кино, там согласно такой-то программе и все. Вот. А вот... А? Да, конечно, там на сайте гильдии неигрового кино но есть определенные разделы, спецпроекты. Если туда пойти, там будет сразу ответвление программы 29, программа 2014, и там полный отчет, где, в каких киноклубах с фотографиями. Собственно, оттуда я взяла это замечательное фото. Вот. А вот теперь, когда мы, собственно, хотим создать такой, скажем, альтернативный прокат неигровой, помимо того, что делается с Минкульзом, мы вообще не хотим там никаких документов ни с кем подписывать. Потому что я два года потратила на то, чтобы составить текст этой простой не исключительной лицензии, который мы как бы понимали, что, возможно, никто вообще не захочет подписать. Просто по своим причинам. Здравствуйте. Я из Архангельска. Вот там вот лежат такие бумажки. Это маленькие флайеры о нашем фестивале Берегиня, который пройдет в декабре. И всех приглашаю участвовать. Это раз. А во-вторых, поделиться как раз в тему неким нашим, может быть, самодеятельным, может, не совсем стандартным опытом продвижения неигрового кино в том числе. Есть у нас на севере России в Мурманске, в Архангельске два кинофестиваля. Это «Северный характер», куда ездит много шведов, норвегов. И вот у нас в Архангельске Берегиня пятый фестиваль сейчас будет проходить. И решив пойти по одной дороге с Мурманском, мы сделали такой киномарафон в год кино. Дала ему название «Содружество арктических фестивалей». А заключается он в том, что мы не просто берем фильмы, а фильмы фестивальные. И собираем такой киносеанский роткометражик. Это фильмы фестивальные Мурманского фестиваля, Норвежского фестиваля. ТИФ у нас были. Вот «Послание к человеку» предоставила, который стартует сегодня у нас в Архангельске. Здесь идет свой фестиваль. А там у нас приехал Тимофей Жалнин. И сейчас поедет по нашей Архангельской области на целую неделю представлять фильмы «Послание к человеку» фестиваля. Так вот, к чему? Это тоже своего рода продвижение. И мы это делаем сейчас пока вслепую. И посмотрим, насколько у нас зритель готов смотреть эти фильмы. Ну, авторское кино. Посмотрим, как будут наполняться залы. Но все проблемы, которые вы здесь обозначили, естественно, они все касаются и нашей территории еще, наверное, в разы. У нас очень большая разбросанная Архангельская область. Это территория Франции, если вы знаете. Но это тоже своего рода вот такой вот киноклуб. Мы бы с удовольствием и на следующий год, и дальнейшее продвигали бы в саму вот нашу область ваши фильмы как продюсеров, другое документальное кино. То, чего у нас народ не видит по телевизору, потому что это сериальный в основном зритель, привязанный к телевизору. И эти фильмы мы, значит, показываем бесплатно. Это тоже одно из условий. Но вот для нашего чиновника, вы сейчас говорили, что сформировать некий такой каталог, независимый от Министерства культуры, от их критериев. Для нашего чиновника очень важно что-нибудь такое там вот сверху, чтобы была какая-то печать или что-то такое утвержденное, что вот гильдия не игрового кино поддерживает. То есть какая-то такая большой брат, который вот скажет, мы поддерживаем, давайте дайте им там какую-то небольшую денежку или тоже их поддержите. Поэтому для нас важно, чтобы было какое-то объединение и с вашей стороны. Ну а если, как мы собирали фильмы, это тоже достаточно история. У нас не было денег и нет, и не будет этих денег ничего закупать. В основном откликались все очень хорошо, с удовольствием. Единственное, нам, допустим, Израиль не дал ничего, они только за деньги. Все. Извините, да, у меня есть еще один такой комментарий, и просто для меня очень важный вопрос, и мне хочется его задать. Вот, как бы обращаясь к комментарию молодого человека, да, по поводу выгоды и интереса продюсера, мне самой тоже хочется узнать, как коллеги наши за рубежом, какой находят интерес для продюсеров. Вот я помню, когда я первый раз была на лекции у Туя, он сказал, вы отчаянные люди, что вы снимаете документальное кино. И для меня, как для режиссера, это действительно так. То есть, например, я знаю деревню Вудмуртии, я знаю бабушек, которым 90 лет, и они единственные в мире поют акапелло хором. И только одна девушка 10 лет изучает это пение для того, чтобы продлить эту традицию «бабушки умрут» через год, через два, через три. Я понимаю, я ее не сниму, никто не снимет, это исчезнет, понимаете, это моя мотивация. А какую я могу предложить продюсеру мотивацию для того, чтобы он меня поддержал? Я думаю, что это очень сложно ответить на эту вопрос, конечно, конечно. Я думаю, что это интересно. Я думаю, что вы должны идти к продюсерам, и поговорить с ними, и показать, что вы имеете идея о том, как это фильм может быть, и развиваться его, и потом идти к человеку, который может дать вам деньги, чтобы вы могли сделать фильм. Я думаю, что это очень сложно сказать, потому что вы говорите о том, что это очень маленький теме, но это может быть большой фильм. И, ну, маленький фильм, маленький фильм. Я говорю о том, что это понятно? Я имею в виду много примеров, где вы читаете три lines, и это про что-то в маленьком, дистанте, в городе, и несколько старых людей, и так далее. И вы скажете, «А я интересен в это?» И тогда вы видите фильм, и это замечательный фильм. Я думаю, вы не можете сказать... И другая, вы можете увидеть что-то, что это большой, может быть очень хорошо знаменитым, и тогда это может быть плохой фильм. Я думаю, это зависит. Это зависит от того, что это зависит от отчетов, 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 отчетов. Окей, я хочу сказать, опять, спасибо, и за внимание, Я не знаю, что люди, you know, to comment on the situation. I mean, we were going from film clubs to the situation in many aspects of documentaries in Russia, and we will continue with that, of course. We want to know more. I don't know what the rest of you are saying. What I'm just saying is that now I'm confused on a higher level. Huh? On a creative level, maybe. Creative confusion. I just wanted to comment something. I am a producer and I recognize everything you are talking about, all the problems and so on. But when you over there somewhere in the corner talked about this picture and that you thought it was very sad for the filmmaker. And I'm thinking about the digital revolution where everybody are looking in their iPhones or at the train stations or everywhere. We can't stop that. When I see this picture, I feel very happy. Because I think for me, making documentary films is about creating meeting points. It's about communication. It's about talking to people. I think this is a lovely picture and I'm very happy that you chose this one, not the one in an ordinary cinema. Because we all know everything about sitting in a good cinema with good sound. and of course, I would love all my films to be shown in that sense. But I think this is beautiful. People wants to meet. People wants to look at the film. People wants to talk to each other. So I think we shouldn't be too snobbish. Do you say that? Snobbish? I think this is better than nothing. I don't know your organization or if it's good or bad or anything, but I love this picture. I'm glad that you like this picture. I really like this picture. I love the format of the house. I like everything that is not formal. But, in fact, this is a kind of kind of case. I know that it will cause a lot of questions and discussion. But, in fact, there are quite a lot of kind of places, which look very well. So I just want to not to be oriented, not to think that all kinds of clubs look like this. But, in fact, they can also be. Thank you. Thank you for that. Thank you to you, Maria.